МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известные российские картины бесплатно покажет «Горняк». Ночь кино в Магадане пройдет на этой неделе. Новая трасса соединит наш город с Хабаровском и Амурской областью. В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря. Об этом известием сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской области Анатолий Широков и Иван Абрамов. По предварительным данным, ее протяженность составит более тысячи километров. Бюджет проекта – 90 миллиардов рублей. Инициативу политики обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития. Предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре. В данный момент доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего. По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединить столицу Колымы с Байкало-Амурской магистралью. Таким образом, удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле. Школы готовы к учебному году. В областном центре закончили приемку образовательных учреждений. И, по словам специалистов, учебу начнут в непривычном режиме. Звонки на урок и перемену для разных классов будут в разное время. Кроме того, 31 августа в Магадане для первоклассников проведут школьные линейки. Пройдут 31 августа линейки, опять же, в таком непривычном для нас режиме. Может быть, даже не параллели будут. Может, даже будут несколько классов. Это сделано только для того, чтобы, опять же, рассредоточить детей и не передавать инфекцию друг от друга. Сотрудники пищеблоков и медики обязаны работать в масках и перчатках. Школьники носить средства индивидуальной защиты не будут. Если обнаружат зараженного ребенка, класс перейдет на дистанционное обучение. Как говорят педагоги, из-за пандемии и учителя, и школьники освоили онлайн-формат. 1 сентября дети пойдут в школу. Первоклассники, учащиеся 9-11 классов, встретят учебный год на праздничных линейках. Остальные примут участие в празднике по распоряжению школ. Начало первой четверти школьники проведут за партами на очном обучении. Об этом рассказала заместитель министра образования региона Ирина Горностаева. По ее словам, дистанционной учебы в сентябре не планируют. Дети будут учиться в две смены, начинающиеся не ранее в 8 часов утра. Для каждого класса выделят отдельную аудиторию с индивидуальным временем посещения. Такие предметы, как физкультура, изобразительное искусство и внеурочные занятия будут проводить на свежем воздухе. Учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию уроков, которое будет доведено до сведения учащихся и их родителей 28 августа. Оно будет вывешено в каждой общеобразовательной школе. Мы рекомендовали педагогам сейчас продумать возможность перевода части учебных предметов. Это физкультура, это ИЗО, окружающий мир, это внеурочная деятельность. Проводить эти уроки на свежем воздухе при учете температурного режима. Категорически запрещена организация деятельности образовательного учреждения в три смены. В школах введут медицинский пропускной контроль, проверка температуры и обеззараживание рук. Ученикам не требуется ходить в защитных масках. Дети, которые приедут из отпуска с других регионов страны, прежде чем попасть в школу, обязаны 14 дней провести на самоизоляции или по желанию принести справку от врача об отрицательном анализе на COVID-19. В обязательной форме предоставлять результат с анализом на COVID-19 необходимо только в случае, если ребенок им переболел. Школы готовы к учебному году. В областном центре закончили приемку образовательных учреждений. И, по словам специалистов, учебу начнут в непривычном режиме. Звонки на урок и перемену для разных классов будут в разное время. Кроме того, 31 августа в Магадане для первоклассников проведут школьные линейки. Пройдут 31 августа линейки. Опять же, в таком непривычном для нас режиме. Может быть, даже не параллели будут. Может, даже будут несколько классов. Это сделано только для того, чтобы, опять же, рассредоточить детей и не передавать инфекцию друг от друга. Сотрудники пищеблоков и медики обязаны работать в масках и перчатках. Школьники носить средства индивидуальной защиты не будут. Если обнаружат зараженного ребенка, класс перейдет на дистанционное обучение. Как говорят педагоги, из-за пандемии и учителя, и школьники освоили онлайн-формат. В следственном комитете проверили сообщение девушки об изнасиловании в детском лагере. Месяц назад в одном магаданском ресурсе опубликовали видеоинтервью, в котором автор рассказывал о своем изнасиловании вожатым, когда ей было 14 лет. Следователи проверили информацию и установили 23-летнюю жительницу областного центра, которая, имея педагогическое образование, увлеклась просмотром роликов анонимного характера в жанре социального, бытового и иного насилия, в том числе над детьми. Молодая женщина решила анонимно осветить данное направление в интернете и рассказать о необходимости обращаться в правоохранительные органы в подобных ситуациях. С этой целью последняя придумала абсолютно вымышленную историю об ее изнасиловании в детском лагере и обратилась к сотрудникам редакции информационного агентства «Весьма» с намерением рассказать свою историю на условиях полной анонимности. В ходе съемок женщина умышленно плакала, придумала детали и подробности своей истории, чтобы не возникло сомнений в ее достоверности. Сотрудники следствия проверяют подобные сообщения в сети интернет на постоянной основе. Выявление подобных выдуманных историй отвлекает правоохранительные органы от реальной работы. В субботу 29 августа в Магадане пройдет всероссийская ежегодная акция «Ночь кино». Кинотеатр «Горняк» проведет три бесплатных показа. В этом году в программу вошли фильмы «Лед-2» и «Халу». Их покажут в большом зале в 18 часов и 21 час. Во втором зале в 17 часов зрители смогут увидеть анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4». Вход на показы свободный. Мероприятие пройдет с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальневосточный онлайн видеофестиваль. Более 500 работ. 11 регионов Дальнего Востока. И 6 победителей. Лучшими на Дальнем Востоке стали В номинации «Звуки ДВ» концерт группы «Апрель» от Михаила Никитина. В номинации «Сила ДВ» победил Алексей Рыбкин с видео «Путь к успеху». Самым уникальным стало видео «Маяк Анива» Сахалин от Дениса Шатохина. Вся красота природы Дальнего Востока в ролике Эрнеста Леонидова «Камчатка Травел». В номинации «Характер ДВ» лучшей стала короткометражка Булата Базарова «Ньюуса». Специальный приз жюри и 200 тысяч рублей снова отправляются в Камчатский край Эрнесту Леонидову. Народное Гран-при и 300 тысяч рублей получает Николай Степанов за ролик «Якутский холод». Твой удивительный край. Твой Дальний Восток. Смотри Красиво ДВ. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61-75-75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. В четверг 27 августа в Магадане без осадков легкий ветер. Температура воздуха ночью 9, днем 14 градусов тепла. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Влажность в течение суток будет достигать 68%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92.